То, каким образом это сделали, это действительно выглядит как из дерьма и веток. Простите меня за простоту речи, посмотрели дети в Твиттере, как выглядят на фотографиях другие города и примерно перерисовали. Есть ли люди, которые ставят эти столбики, не могут просчитать радиус, чтобы туда вошел 18-метровый автобус или троллейбус? Но о чем мы говорим? Поэтому исполнение, к сожалению, трагичное, если мы говорим про качество. В результате Рига – это древний гонзийский город, который, что бы ты ни делал, должен выглядеть соответствующим образом. А Ригу этими таком образом поставленными столбиками превращают в деревню Гадюкино, к сожалению. Это печально. Плюс это очень на самом деле вредит именно тем людям, которым нравится кататься на велосипедах, которым нравится передвигаться по городу на велотранспорте. Неумелая реформа, когда принимается абсолютно неоправданное решение, например, везти велополосы на улице Чако, потом эти велополосы наполовину отменяют. Это вредит не автомобилистам в первую очередь, а вредит тем людям, которые действительно хотели бы видеть Ригу, в том числе дружелюбные для велосипедистов.